Первая полоса итальянской газеты «Ла Стампа» утверждается, что этот мужчина плачет в разбомбленном русскими Киеве. Однако это фото из Донецка и последствия взрыва украинской ракеты «Точка-У». Вслед за газетой «Россиян в обстреле Киева» обвиняет уже итальянское телевидение. Ни слова о Донецке, ни слова об атаке украинцев, ни слова об использовании в СССР запрещенных боеприпасов. Украинский МИД публикует циничное сообщение для западной аудитории. Вы, вероятно, не понимаете их язык, но скорбь на лицах этих людей ясна всем. Автор фоторепортажа из ДНР Эдуард Корниенко называет иностранные СМИ «желтые прессы». Но на Западе она сейчас почти вся такая. В Польше, в Праге давно работает, еще со времен «Радио Свободы» и так далее. В Грузии был создан такой центр. Ну и на Украине. У них абсолютно бесконечное поле для рекрутирования. Потому что есть миллионы людей, которые уехали из СССР, из России, людей, которые нас не любят или вообще ненавидят, и которым остро нужны деньги. Очередной фейк от CNN, уничтоженная русскими войсками украинская гостиница «Мир», оказалась зданием сербского курорта «Звоначка Баня» в поисках инвестора для реконструкции. Золиньский – это ВИП. Украина, и я вновь. Пусть в путь в его мозг. Ты знаешь, это план. Я в Золиньский стенд. Я люблю тебя, Владимир Золиньский. Ты так умирай. Мы тебя спустим. Мы тебя спустим. Следующий... Следующий... Следующий спикер – Брайан Уэллингтон. Это прямой эфир заседания городского совета северного Техаса. Мужчина, одетый в темно-синий костюм с желтым галстуком в цвет украинского флага, комик Алекс Штейн. Если такое происходит на официальных мероприятиях, что говорить о головах простых обывателей? Рига – то ли митинг за Украину, то ли дурдом на выезде. Многие до сих пор не понимают происходящего на Украине. Как пример вот такого личного плана. Есть знакомые у меня, которые уехали в Европу, ну, беженцы. Глава семьи, значит, звонит там своим знакомым, друзьям в Киев. А потом, значит, счастливо рассказывает всем остальным, кто там в Европе сидит, что до конца месяца мы все вернемся. До конца месяца Украина победит агрессора. Вот, и мы радостно вернемся, и все будет, и заживем, как и было. То есть, это как бы, ну, это такая странная, очень предельно странная неадекватность, но вот так работает массовое сознание в таких ситуациях. Тем более, что украинский режим прилагает максимальное усилие, чтобы затуманить ситуацию. В украинских СМИ американский журнал «Тайм» аж дважды выходил с вымышленной обложкой. Первый раз это было изображение Путина с аллюзией на Гитлера, а второй – посыл «Россия – страна-бензоколонка» пала навсегда. Достаточно зайти на сайт журнала, чтобы понять обложки фейк. Добровольцы США показывают подбитый российский танк под Киевом. Однако противокумулятивная решетка, она попала в кадр, доказывает бронетехника украинская. У российской другая конструкция, и тупые, а не острые углы. Но здесь главное запустить фейк, чтобы пошла информационная волна. Гебель сообщена в чистом виде. Если мы говорим про дополнительный антураж, которому к этому всему прибавляется, ты создаешь канал, накачиваешь ботами, покупаешь взаимный пиар у нескольких других каналов, у тебя размещаются фейки, у тебя автоматом появляются комментарии, что «Ах, гады эти русские, резать все прочее». Но давайте тоже понимать, что есть какой-то процент людей, которые действительно так думают. Они сидят там, кто-то даже в наших странах сидит союзного государства. Но кто? Зачастую проводится только времени в интернете. Те, кто младше. Если даже мы посмотрим диаграмму, которая была по нашим выборам в 2020 году, основа всех людей, которые выходили на протесты, это были люди от 20 до 35 лет. То есть и даже школьники были при этом. А что делать школьнику после уроков? Или даже на перемене? Сидит и пишет ерунду. По тегам «военные преступления» украинские журналисты похоронили родителей этой девочки. Отец Антон Филипчук пишет у себя, что и он, и мать живы, просят журналистов быть порядочнее. Об этом факте украинские пропагандисты уже молчат. Репортаж телеканала «Украина-24». Рассказывается и показывается уничтоженная российская колонна. Однако в кадр попадает бирка убитого военнослужащего. Мищенко, ОА, написано на мове. Становится ясно, что это все-таки украинская колонна. А репортаж – очередной фейк. Сначала нужно все-таки про их инстаграм. Потому что мы там уже есть, нас там много. И мы можем, мы имеем шанс ввести там свою адскую контрпропаганду. Russia Today можно заблокировать. Потому что это одно, Russia Today – это один акалом. А 10 тысяч школьников как-то заблокируешь? Да никогда в жизни. Вы понимаете, что один школьник, он по воздействию, вот в этом своем ТикТоке или Инстаграме, он по убойной мощности может быть равен всей Russia Today один. У него будет 25 миллионов подписчиков. Он прикольный весь такой. И дальше просто смотрите, берем и показываем мурло, это нацистское, которое призывает убивать русских, лицом. Вы это сделали? Прекрасно. У вас свобода слова, так мы тоже воспользуемся. Убивай русских. И на всех языках подпись. Посмотрите на настоящих нацистов. Уже заблокированная в России социальная сеть Facebook продолжает расстрел русскоязычной аудитории фейковой информацией с призывами к свержению власти. Ты уже слышал, что в Конгрессе США позвали 30 тиктокеров, чтобы они в ТикТоке рассказывали, что это все Путин виноват в повышении цен? Конечно. Вот в США почему-то догадываются тиктокеров позвать. А где Даня Милохин на стороне Российской Федерации? Что-нибудь снял? Что-нибудь рассказал? Вы за каким хером его звали на какой-то там международный форум? Экс-пресс-секретарь Офиса президента Украины Юлия Мендель публикует эмоциональную фотографию с украинскими пожарными. Измазанные и уставшие, но спасающие жизни. Читатели мгновенно уличают ее во лжи. На снимке австралийские МЧСники образца 19-го года. Сообщение Юлия Мендель удаляет, но интернет все помнит. Распаковка. Я кажу, он надо уже ведомо, тикток-блогер. Некоторые фейки на Украине можно буквально пощупать. Это гуманитарная помощь Черниговской области от киевских властей. Пенопласт. Спасибо. Утверждается, что голос за кадром – это глава Черниговской области. Пенопласт – место украденных продуктов. Яркая характеристика происходящего на Украине. Вы знаете, с такими друзьями и враги не потребны. Смотрите, кто так и делает, мы вам этот пенопласт потом скормим. Украина Юэй размещает душераздирающее фото ежика, обгоревшего по вине бездушных захватчиков. А зверек оказывается из новостного сюжета российских вестей о пожарах. 16 мая 2021 года. Если ты думаешь, что в твоих руках телевизор, и, значит, пасту окормляешь правильно, это не так. Ты вообще ее не окормляешь. Телевизор – это женщины от 50 и старше. Оно все заточено под них, и смотрят его только они. Когда я в своих, так сказать, кругах, где все говорят, что я телевизор не смотрю, а я говорю, я смотрю. Я один такой. Я один. Я смотрю новости, а не телевизор. Мне интересно, что думает государство и куда ведет, так сказать. Мне интересно. Но это же не это. Вы не понимаете, что, например, все вот эти ролики, которые снимают на Украине, обратите внимание, они в первую очередь направлены, они ставят на эмоции, на детей. Следы работы фабрики фейков. Десятки заготовленных заранее шаблонов для распространения в социальных сетях. Каждая папка для определенной страны. Белорусам пробуют промывать мозги путем массовой закупки рекламы в соцсетях и на YouTube. Цель – спровоцировать бунты и недоверие к действующей власти. Там никаких этих разумных каких-то призывов, истерика. Самое главное – истерика. Сцепануть по эмоциям. Нет войне. Ну, нормально, нет войне. Восемь лет было до войне, а теперь вдруг нет войны. А теперь нет войны. Как здорово у вас получается. Ноль. И что получилось в Белоруссии? Сидит два придурка под руководством ЦРУ в Польше. Сюда выходит 20 тысяч, и сюда выходит 20 тысяч. И делают вот это, вот это. А телевизор ваш так может? Блокировка в России Инстаграм привела к потере по контенту третьей русскоязычного сегмента. У Фейсбук минус 11%. Твиттер просел всего на 9. Очевидны некоторые снижения информационной бомбардировки фейковой рекламы. Сам накал фейков немножко спал. То есть, по многим причинам. Во-первых, часть этих арбитражников убежала из страны. Они напуганы. Часть из них выезжает из Киева. Там есть даже некие отклики из этой тусовки. Ну, есть люди, которые ее читают. Что кого-то убили при попытке выехать из Киева. Скорее всего, свои, потому что там наших там и не было в этот момент. Ну, кто-то почему-то. Они напуганы. Впрочем, перебежчиков, активно помогающих в госпереворотах, работодатели гонят обратно. Денис Дудинский, например. В Польше таких, как он, переизбыток. А потребности в новых жертвах никто не отменял. Судя по обилию пота на включениях из Украины, возвращенный в Киев беглец и любитель разбираться в сортах хорошего кофе, понимает всю щекотливость своего положения. Даже в бронежилете взгляд у него грустный. И очень диссонирует с новостями из его уст про надои и начало весеннеполевых работ. А еще одна прекрасная новость, приятная новость сегодняшнего дня. А фермеры в Киевской области приступили к посевной. Что же у жизни прекрасное чувство юмора. Таким, как Дудинский, покоя не будет уже нигде. Я бы, в принципе, вообще бы вспомнил старые добрые времена Великой Отечественной войны. Была такая структура, которая называется СМЕРШ. И сейчас как раз тот момент, когда необходимо создавать вот этот новый СМЕРШ. СМЕРШ шпионам и диверсантам. Это идеальный вариант. Это опробовано уже. Это опробировано уже на практике. Это работает и это эффективно работает. Нельзя недооценивать вот этот второй эшелон, который сопротивляется нам. Нельзя его недооценивать. Поэтому необходимо выявлять, изолировать. И громить все вот эти вот структуры. Легальные, полулегальные, подпольные. То есть это надо душить в зародыше. Причем здесь не нужны сантименты и какие-то стеснения. Необходимо понимать второй еще очень важный момент. Вот эта вот прослойка, которую мы сейчас имеем дело, она активная, она агрессивная. Она привыкла к безнаказанности. Вот эти вот дурачки, которых сейчас выводят покричать на русских военных, у них майданный тип мышления. Они привыкли к тому, что что бы они ни делали, им ничего за это не будет. Вот эту вот психологическую установку надо ломать. В России появились продукты в кредит, публикует украинский телеграм-канал. Но фото батона за 143 рубля оказывается подделкой. Штрих-ходы не бьются. Да и без этого не сходятся суммы кредита и полной цены. Мы просим, помогите нам остановить эту войну. Девушка из этого видео прячет лицо. Хотя зачем, если она простая украинка, обращающаяся к белорусам? Дело в том, что ее профессия – манипулировать людьми. Это Анна Сергеевна Молчанова, сотрудница 72-го центра информационно-психологических операций Украины. Такие, как она, работают на создание фейковой картины, героизируют собственные преступления. В реальности же на Украине нацисты используют детские садики, школы и офисы Красного Креста для собственного прикрытия. То есть здесь официально опорный пункт Красного Креста? Да, да. Оружие, гранаты, коктейли Молотова и биты – один из таких боевых пунктов обнаружен в Херсоне. А сколько их по стране? Этот паренек из Мелитополя рассказывает, как информационные спецподразделения ВСУ устраивали народные, в кавычках, митинги за деньги. Я стал участником митингов против войск Российской Федерации. Перед проведением этих митингов мы собирались в холле ДК Шевченко, где нам давали задачи, давали лозунги, которые мы должны были выкрикивать в толпе. Организаторы у Алексея и Алина, они там, то что я знаю, имеют отношение к Вооруженным силам Украины. На митингах, которые проводились, участникам платили от 300 до 500 гривен. Не верите всему, что говорят в СМИ, в наших, украинских, то, что там показывают различные каналы, в Телеграме. Там куча неправды, которые просто засирают людям мозг. Украина публикует очередные списки погибших военных России. Уничтожена 3-я танковая рота 102-го полка и ее командир Карпаев Ренат Александрович. А он, оказывается, не только жив, но и вообще не покидал Краснодарского края. Узнал на 8 марта, сообщили родственники, которые хотели поздравить с днем рождения. Он сообщили фотографии, которые им прислали. Им также писали с украинских аккаунтов, что такое-такой-то погиб, как бы, привейте, заберите тело. Он, как бы, информацию опроверг, всем родственникам, друзьям, знакомым, сказал, что я живой и нахожусь на территории Краснодарского края, поселок Молькино. На Украине довольно толстый слой криминала компьютерного, которые занимались торговлей трафиком, значит, взломом аккаунтов, устройств и так далее. Потом перенаправлением этого трафика на всякие сомнительные виды бизнеса, начиная от казино и кончая, значит, порно и так далее. Эти люди очень тесно связаны были и с минированием школ, торговых центров, кинотеатров и так далее в России со звонками и со звонками мошенническими. То есть вот эта волна прямо цунами мошеннических звонков за последние три года, она во многом шла с Украины. Там были созданы большие полцентры, но те люди сейчас, кто занимался просто бизнесом, они все переключились на информационную войну. Западная пресса захлебывается, ссылаясь на украинские власти. Российские войска подвергли массированному артобстрелу город Рубежное. Разрушены несколько десятков домов, а местные жители говорят, что настоящий ад устроили подразделения вооруженных сил Украины. Скажите, а зачем они стреляли, как вы думаете, по домам верных? Потому что будет больше людей, а потом приехали журналисты западные, показали на весь мир, что это якобы не украинцы творят. Вот это все здесь натворили войну, здесь бардак, это украинцы. Это фото выдавали за жену Зеленского, утверждая, что она с оружием в руках пошла защищать Украину. На самом деле, этот снимок датской военной на репетиции парада в Киеве 20 августа 2021 года. Поэтому и украинский шеврон есть, его тогда надевали даже иностранцы. А это, оказывается, Владимир Зеленский и первая леди Украины исполнили песню Endless Love – «Бесконечная любовь». Фейк, чтобы вызвать эмоцию у западной аудитории. Сходство есть, но очевидно, что это совсем другие люди. Американская группа Boise Avenue. Там работают, в общем, профессионалы по нагнетанию трафика, куда нужно, и по созданию контента. Но там есть одна особенность. Дело в том, что люди, которые это делают, это украинцы, которым промывали мозг последние 10 или 15 даже. Они реально верят в то, что они делают. Поэтому их креативы чрезвычайно топорные. Новость в украинских СМИ. Президента Украины Владимира Зеленского выдвинули на Нобелевскую премию мира. Пропаганда снова поспешила. Сроки приема заявок, а они вышли, в комитете продлевать не собираются. Знаешь, я на мясокомбинатах работал, когда-то там возил мясо. Там вот баранов, когда привозят, они чуют кровь и страшно боятся. А для этого, для того, чтобы они не боялись, им запускают специального козла. А козел местный, его никто не трогает. Он встает впереди, овец, и идет. И овцы все автоматом за ним. А он их заводит на бойню. Вот это советская интеллигенция. А киевская интеллигенция – это ее часть. Это козел, ведущий народ на бойню. Комарок, натуральный скомарок, который через жопу надет на руку США и делает то, что велит рука. А просунуто ему в жопу. В Нью-Йорке собрали людей на антироссийский митинг. Участвующим раздали плакаты с фотоплачущей девочкой. Рядом мертвая мама. Подпись «Останови Путина». Но вряд ли кто-то из собравшихся знал, что в руках у них не доказательство военных преступлений на Украине, а кадр со съемок художественного фильма 2010 года «Брестская крепость». Повторение, значит, долбежка в мозг, она все-таки работает. Особенно, как я говорил, для людей с неустойчивой психикой и отсутствием устойчивого стержня идеологического. Много же есть людей, которые за последние 30 лет поняли жизнь так, что главное – это комфортно потреблять, а все остальное не важно. И когда им долбит в мозг, что вот тебя как раз и лишат комфортного потребления, и виноват, значит, Путин, Россия и так далее, ну, значит, надо просто, на мой взгляд, ограниченную собственность, здесь государство все делает правильно. Форбс пишет, платформа «Рутрекер» заблокирует доступ для пользователей из России, потому что не поддерживает действия российских властей. Представитель техподдержки сайта это опровергает. Российские IP-адреса были заблокированы для защиты от ДДОС-атак. Сейчас это ограничение снято. Очередное фейковое видео для запугивания западной аудитории. Как бомбят Берлин. Раньше это был Париж. А это уже Варшаву бомбят русские. Дескать, представьте и накажите Россию. Но почему-то они не хотят показывать реальные, а не фейкивые видео, как ВСУ 8 лет обстреливали Донецк и Горловку. Однако это и есть принцип информационного зомбирования. Тотальное промывание мозгов. Пока не наступит нужный эффект. В случае с Россией, это я говорил много раз, до 24 февраля, они имеют дело так же, как и раньше, со всеми, с кем они имели дело, с собакой, которую надо бить палкой, пока она не ляжет, не заскулит и не замашет хвостом. То есть не сдастся. И у них ощущение, что они бьют, бьют. Собака пока не легла. Ну, надо бить дальше. Для них это не важно. Это пакуаз, которого они бьют, колониальный, либо собака, не важно. Это существо, которое надо просто привести к покорности. Но из-за того, что у них аналитическая способность потеряна, и они не понимают Россию, они не понимают ситуации реальной, что на самом деле они бьют медведя палкой. И какое-то время медведь просто не понимает, что за ерунда, бьют каким-то прутиком. Нормально же сидели, что пристали. А потом, когда он вдруг понимает, что это вражеское действие, то есть когда противник внезапно обнаруживается, становится врагом, то все. Для них это шок, потому что... Ну, потому что метод «бьем, пока не сдадутся», он у них последние 30 лет работал. Влияние этой информационной машины недооценивать не стоит. Может подействовать даже на взрослых с устойчивой психикой. Несколько раз уже видел реакцию совершенно детскую у представителей вот этой неустойчивой психической когорты. Ну, а это в основном понятно. Это люди креативного класса, да. То есть те, кто вообще склонны раскручивать свои эмоции, более того, их потом класть на бумагу, в музыку, в танец, в киноряд и продавать. То есть это люди, которые живут эмоциями. И вот, значит, я видел такую реакцию, в том числе это реакция у программистов, у айтишников, потому что надо понимать, что айтишник сейчас это такой человек, который подросток, ну, там, лет до 40. Потому что он живет в неком фантазийном тоже мире устройстве. В последние годы на постсоветском пространстве Киев был одним из центров создания развлекательного медиаконтента. Более того, Зеленский – прямой продукт этого продакшена. Президент из телесериала. Эти кадры ВСУ использовала как подтверждение, цитата, «мастерского уничтожения в районе Херсона четырех российских вертолетов Ка-52». Конец цитаты. Оказалось, что это видео из игры «Арма-3» – компьютерная графика. После этого интернет издевается над украинским геббельсом, Арестовичем, заметив на его обращениях пульт для видеоигр. Теперь понятно, откуда он черпает фантазию для своих сообщений о перемогах на фронте. А тут еще появились кадры, на которых он рассказывает о стратегиях по массовому обману населения. Как правильно обманывать? Противник. Мы можем сказать, что это близко? Не просто не так. Прямо противоположное. Если ты сильный, я покажу, что ты слабый. Если ты близко, я покажу, что ты далеко. Если ты далеко, я покажу, что он писал. То есть надо делать обратное, что ты реагируешь. Заметьте, это очень небанальный вопрос. Как именно обманывать? Какое есть правильное направление для обмана, чтобы правильно обманывать? Вести заблуждение, если говорить. Фейк, который создатели сами быстро удалили, но интернет все помнит. Нелепое сообщение, что Россия попросила помощи у Северной Кореи в связи со спецоперацией на Украине. А Ким Чен Ын отказал, назвав ее слишком сумасшедшей. Издание «Миррор» и «Экспресс» убрали почти сразу, как напечатали. Однако человек устроен так, что вынужден приспосабливаться к окружающей действительности. Если он оказывается в ситуации, когда все говорят, что черное – это белое, не каждый пойдет против толпы. Вот психологические эксперименты 70-х годов 20-го века. Один испытуемый не знает, что остальные в сговоре, и скажет, что на столе две белые пирамидки, а не черное и белое. Посмотрите, какого цвета пирамидки. Ваше мнение? Обе белые. Обе белые. Обе белые. Обе белые. Конечно, обе белые. Белые. Обе белые? А если серьезно? Обе белые. Убеждены? Я убежден. Спасибо большое. Ровно по такому же принципу устроено промывание мозгов в информационной войне. Надо создать иллюзию, что все вокруг за то, что выгодно манипулятору. Закроют ютуб полностью. Люди все равно скажут, я хочу где-то это поднимать. Все сели на эту иглу. И тем более сели на иглу социальных сетей. Потому что социальная сеть дает тебе самый жестокий наркотик. Это наркотик социального поощрения. Этот дофамин у нас у каждого есть. И на этот дофамин мы все сели. Это социальное поощрение. Украина продолжает воевать фейками и атаковать ими соцсети. Про обвал экономики Белоруссии и России, скорый дефолт, хлеб-кредит, триумфальное наступление в ВСУ и скорую капитуляцию России. Ничего необычного, когда труп мирного жителя затянется сигаретой после того, как его зверски расстреляли военные агрессоры.